Зрелое Средневековье. Лекция номер три. Первое тысячелетие новой эры европейское христианское общество встретилось с тревогой. В средневековом мировосприятии, мировоззрении всегда имела большое значение магия сакральных чисел. В жестоких условиях существования, при постоянной угрозе войны, голода, болезни, люди постоянно ожидали конца света. Его ждали в 66-м году от Рождества Христова, так как это число, 666, считалось магическим числом зверя, отображение которого находили в Библии. То же состояние было в 1000-м году от Рождества Христова. Однако, с другой стороны, сакральные священные числа имели и позитивное значение. Например, Церковь широко отмечала тысячелетие христианства, особенно в 1033 году, как тысячелетний юбилей распятия и воскрешения Иисуса Христа. Однако, если смотреть по объективным социально-экономическим показателям, жизнь стала несколько лучше. Климат в Европе продолжал улучшаться. Общая температура увеличилась по сравнению с ранним средневековьем, когда отмечалось похолодание. Зимы сократились, теплые периоды удлинились, что позволило, если не кардинально поднять урожайность сельскохозяйственных культур, то улучшить структуру и гибкость земледелия. На юге Англии даже стали выращивать виноград и делать неплохое вино, которое постоянно конкурировало с вином, изготавливаемым во Франции. Позитивные изменения климата, условий жизни способствовали росту населения. Набеги викингов, венгров и сарацин прекратились, стало более спокойно. Рабство окончательно пришло в упадок. Так землевладельцы наконец поняли, что рабство неэффективно с экономической точки зрения, раб не станет качественно работать на земле. Они стали наделять своих крестьян землей. Получив землю, крестьяне обзаводились семьей или расширяли ее состав. Кроме того, исчезли традиционные патриархальные семьи племенного времени. Все это происходило, несмотря на обычный повседневный фон насилия в виде междоусобных войн, разбойничных набегов, а также высокой детской и женской смертности из-за плохого питания, отвратительных бытовых, санитарных условий, тяжелой работы и отсутствия элементарной врачебной помощи. Существенной причиной для роста населения стало расширение площади сельскохозяйственных угодий. Активно шло освоение целинных земель, и вскоре их запасы в Европе значительно сократились. Приходилось постоянно отвоевывать земли у леса. Началась активная вырубка вековых европейских лесов, которая привела в наше время к почти полному их уничтожению. В современной Европе остались географические воспоминания, следы этого уничтожения. В центре Европы до сих пор сохранился географический массив леса, который называется Шварцвальд. Это в Центральной Германии. Вот это остатки того векового леса, тех огромных лесных массивов, которые существовали в Средневековой Европе. Процессу уничтожения вырубки лесов, не очень популярному в раннем Средневековье, из-за трудоемкости и острому дефициту железных орудий, способствовало широкое распространение металлических изделий. Нехватка земель из-за роста населения привела к первым массовым миграциям – с запада на восток. Германские народы нашли идеологическое обоснование этим миграциям. Они рассматривали это движение как колонизаторскую миссию христиан, несущих Слово Божье языческим народам, в основном славянам. В реальности же это представляло собой грабительский захват чужих земель. Рост населения, недостаток земель, волны переселений стали причиной многих основных исторических явлений этого периода. 11-12 века стали временем определенного технологического подъема по сравнению с упадком раннего Средневековья. Железные инструменты получали все большее распространение, что сделало возможным отмеченное высшее расширение сельскохозяйственных земель. Было открыто несколько рудных районов, откуда железо продавали по всей Европе. Но наибольшим спросом пользовалось, конечно, оружие и военное снаряжение, доспехи, латы. Однако сельскохозяйственный инвентарь и ремесленные инструменты тоже были в ходу. Ведь настоящее оружие, хорошо выкованное, настоящие доспехи стоили очень дорого. И подчас даже состоятельным рыцарям, состоятельным феодалам удавалось только раз в жизни купить себе хорошее снаряжение и хорошее вооружение. Поломка меча или повреждение снаряжения, повреждение доспехов всегда было связано с огромными тратами. И иногда приходилось продавать огромные участки земли или другой собственности, недвижимость, чтобы восстановить подобные потери. Появилось довольно много водяных и ветряных мельниц, что говорило о существенном технологическом развитии и наличии определенного количества весьма квалифицированных мастеров. Ведь надо было устроить запруду на реке, построить достаточно сложный механизм собственно мельницы, передачу на мельничные жернова усилия воды или ветра. Поэтому такие специалисты были пока еще крайне редки. Но один или несколько подобных специалистов все равно действовали в каждом районе средневековой Европы. Они были, конечно, на расхват, они переходили из деревни в деревню, тем более, что постройка такой мельницы должна была служить долгие и долгие годы. Но, конечно, ее надо было обслуживать, ремонтировать. Поэтому такие специалисты всегда требовались. Появление, собственно, таких профессионалов ознаменовало важное изменение в социальной системе средневекового общества. Основной характеристикой этой системы в конечном итоге становится корпоративность, основанная на важнейшем социальном процессе эпохи разделения труда и все больше его специализации. Корпорации или социальные группы, основанные на сословном или профессиональном делении, могли совпадать с существовавшими тогда основными социальными подразделениями, слоями средневекового общества или представляли собой замкнутые профессиональные организации со своим уставом, традицией, субкультурой, фольклором. Первым оформились два основных сословия средних веков – священников и рыцарей, специалистов по духовным делам, имеющих эксклюзивный доступ к Богу, и профессиональных воинов. Духовенство должно было молиться за себя и остальных христиан. Большинство священнослужителей имели низкую квалификацию, достаточную только для исполнения немногих ритуальных функций и обрядов в деревенских приходах, такие как крещение, отпевание, бракосочетание, ну, в общем-то, и все. Священники и монахи с хорошим образованием, в основном полученным в Италии при Римской Курии, требовались везде на высокие должности епископов и архиепископов. Церковь была организована по кругам, приходам, монастырям и духовным орденам. В главе каждой из этих подразделений стояли достаточно образованные духовные, религиозные, церковные деятели. Кроме того, вокруг Римской Курии формировалось некоторое количество кардиналов, то есть заместителей Папы Римского или наместников его в определенных крупных округах и целых странах. В конечном итоге Совет Кардиналов избирал Папу Римского. Главы округов, епископы и монастыри сами выступали как феодалы по отношению к зависимым крестьянам и вассалам. Зачастую духовные владыки, включая даже самих пап, сами брали оружие в руки и становились военачальниками, то есть активно занимались политикой, решали различные династические, политические, военные вопросы. Рыцари, организованные в феодальную систему вассалитета и духовно-рыцарские ордена, представляли собой второе сословие христианской средневековой Европы. Каждый рыцарь строил для себя крепость-замок, в которой он защищал себя, свою семью, окружение и свою землю. В некоторых районах Западной Европы подобные замки стояли очень часто. Это, прежде всего, Центральная и Западная Европа, район Луары во Франции и район Рейна, Рейнская область в Германии. Но возрастала прослойка бедных рыцарей, в которых кроме коня, оружия и доспехов, и это только в лучшем случае, ничего не было. То есть не было никакой недвижимости, земли или замков. Они происходили из младших ветвей обедневших рыцарских родов или просто были младшими сыновьями в больших рыцарских семьях. Рыцари в отсутствии военных действий постоянно развязывали междоусобные конфликты с соседями, спорили из-за земель, прежде всего это были, конечно, пограничные споры, или занимались обыкновенным грабежом, проезжающих мимо купцов, паломников или просто прохожих. В противовес рыцарям, связанных клятвой верности Сюзерену, существовали и профессиональные солдаты, наемники из низшего третьего сословия, путешествующие по Европе в поисках своего кровавого заработка. Им все равно было за кого воевать, лишь бы платили. Короли и герцоги часто использовали наемников в войнах. Примером этого может быть нормандское завоевание Англии. В то же время, сами норманды считались наиболее умелыми воинами, и их приглашали повоевать по всей Европе. Подобное наемничество сохранилось и до наших дней. Особенное развитие оно получило в новое время, когда многие армии целиком состояли из наемников. Однако у него была одна негативная черта. С большую плату наемники мгновенно переходили на сторону противника. После возникновения первых двух сословий, которые были оформлены прежде всего юридически и традиционно, стало структурироваться так называемое третье сословие, в которое входили все остальные жители, все остальное население средневековой Европы. Из крестьян выделились ремесленники, которые также стали разделяться по профессиям, оформляясь в цехи. Некоторые из них представители сложных ремесел, например, мастера по колокольному литью, строители, которых называли франк-массоны, то есть вольные каменщики, ювелиры и так далее, путешествовали по Европе в поисках заказов, так как их мастерство было слишком дорогим и редким. Мелкие города и деревни не могли себе позволить воспользоваться более чем один раз подобным мастерством. Например, заказать себе колокол или группу колоколов на церковь. Тем более, что в большинстве деревень существовала только одна церковь. Только с появлением больших городов, с усилением строительства и спросом на роскошь подобные мастера стали постепенно оседать в этих городах. Купцы создавали свои организации, гильдии. Другим, более важным новшеством стало появление в сельском хозяйстве тяжелого колесного плуга с железным лемехом. Такой плуг применялся для обработки тяжелых почв. Однако для работы с ним требовались большие усилия обычно всей общины и большая упряжка скота, валов или быков. В соответствии с особенностями работы колесного плуга участки нарезали в виде длинных узких полос. Ведь в процессе его работы очень трудно делать повороты. И количество таких поворотов нужно было сокращать. Система сельскохозяйственных угодий в виде открытых длинных полос с тех пор прижилась в Северной и Центральной Европе с ее тяжелыми землями. Более легкие почвы Средиземноморья, например, в Италии, продолжали традиционно нарезаться квадратами. Севооборот испытал влияние роста населения. Землю стали использовать более экономно, так как количество земли, свободной и доступной для обработки, сократилось. Получило распространение трех полей. То есть, яровые культуры засевались весной, а зимой осенью, и как раз зимой они всходили. Одна треть часть земель сельскохозяйственных угодий отдавалась под пар, то есть отдыхала. Это повысило общую урожайность культур до сам-два, сам-три, то есть в два-три раза. К началу второго тысячелетия земля в Западной Европе была уже полностью поделена между феодалами, которые осуществляли на ней хозяйственные, административные и судебные функции. Наиболее распространены были два вида землевладения – манор и сеньория. Манор являлся хозяйственным имением, основанным на правах собственности. Особое распространение он получил в Англии. Он был распространен, правда, и в территориальной, в центральной, в континентальной Европе. Сеньория представляла собой владение, хозяин которого осуществлял властные функции по отношению к зависимому населению. Зависимость эта была личной, то есть крепостной, поземельной, то есть экономической, и судебной. Крестьяне часто не имели права покидать поместье без разрешения хозяина и должны были обрабатывать хозяйскую землю, то есть они прикреплялись к земле и должны были исполнять барщину. Они обязаны были платить за свои наделы, пользование мельницей и другие услуги. Судебная власть сеньора также приносила ему ощутимый доход. Все судебные издержки шли в его пользу. Таким образом, большая часть крестьянского продукта собиралась хозяевами маноров и сеньорий. Однако, рост урожайности и увеличение прибавочного продукта все же позволял как-то существовать крестьянскому хозяйству, и некоторые крестьяны даже становились зажиточными. Торговля и города Появление небольшого количества профессионалов, о которых было сказано выше, которые путешествовали по Европе, способствовало организации технологического единства европейской цивилизации. В XI-XII веках наряду с профессиональным разделением труда начинает появляться и рыночное разделение европейского региона, европейского пространства. В большинстве своем деревни производили все для себя необходимое сами. Это называлось натуральным хозяйством. Это касалось в основном продуктов питания. В некоторых случаях они изготавливали одежду. однако соль, вино, оружие, инструменты приходилось покупать специально. Продавцам для этого приходилось искать соответствующие рынки по всей Европе. Вскоре некоторые районы Европы стали специализироваться на производстве определенного сырья. В Англии, например, производили овечью шерсть. И это стало традиционным производством для Англии, которое будет развиваться вплоть до XX века. в Скандинавии, Испании, Центральной Германии нашли железо, стали его активно добивать. И это способствовало развитию этих регионов, как производящих определенные железные орудия и оружие. Во Фландрии из Северной Италии производили высококачественную одежду. Между этими регионами возникали стойкие торговые связи, которые постепенно опутывали всю Западную Европу. Вокруг этих торговых линий концентрировалась экономическая жизнь Европы. Эта жизнь стала регулироваться определенными договорами и постановлениями, торговлю осуществляли профессиональные купцы, обученные грамоте, прежде всего счету, языку общения Европы, латыни, организованные в определенные корпорации, гильдии, со специальными навыками, связями, помещениями, в которых хранился товар, то есть складами и помещениями или местами для торговли. Купцы реализовывали товары на международных и региональных ярмарках. К этому времени довольно развито было денежное обращение. Основой его стало серебро, добываемое в Центральной Германии. Это был практически единственный регион, где были найдены серебряные рудники, серебряные шилы, и эффективность их разработки была достаточно высокая по сравнению с другими регионами. Кроме того, для успешной торговли были специальные места, где она должна была происходить. В этих местах жили купцы и хранили свои товары. Эти территории должны были существовать вне рамок традиционного феодального общества для обеспечения гарантии безопасности товара и жизни купцов. Такими местами становятся города. Новые средневековые города появляются прежде всего, как замки или по-немецки бурги, административные центры столицы королевств, герцогств, княжеств или церковных округов, центры местной торговли для нужд имения или центры ярмарк. Долгое время подобные ярмарки находились под властью феодалов. Они постепенно превращались в региональные и международные центры, куда стекались купцы и покупатели со всей Европы. На их территории возникали поселения купцов, ремесленников. Строились церковь, порой даже не одна. Создавалось местное самоуправление и законодательство. Для обороны от разбойников и местного феодала, что было порой гораздо опаснее, поселения окружались стеной. Первое время город формально принадлежал феодалу, так как существовал на его земле. Последний всячески препятствовал его независимости, получая от торговли, которая осуществлялась в городе, а также ремесленной деятельности, большие доходы. Конфликт между городским самоуправлением и сюзереном мог длиться столетиями, и горожанам иногда приходилось с оружием в руках отстаивать свою свободу. Часто в обмен на повинности или прямые выплаты, которые были достаточно высоки, город получал вольную от господина. К концу XII века многие европейские города получают автономию или полную независимость от своих феодальных владителей. В городах появляются новые для средневековья сословия бюргеров, то есть горожан. Городское общество приобретает сложную структуру. У власти стоят семьи наиболее родовитых горожан или патрициев, самых богатых и уважаемых граждан, которые могут управлять городом в течение нескольких поколений. Например, такой династией городских правителей были Медичи в Италии. Основу городского сообщества составляют средние бюргеры, купцы, ремесленники и тому подобное. Существует в городах и низший класс подмастерье, прислуга, беднота, плебс. В городах появляется интеллигенция, учителя, юристы, врачи, организуются университеты. Именно они становятся альтернативными монастырям, центрами светского образования, светской интеллектуальной культуры, хотя изначально они задумывались как центры исключительно религиозного образования, то есть распространения религиозных учений, христианского вероучения в массы. И поэтому первыми и долгое время единственными факультетами университетов были богословские или теологические факультеты, но со временем появляются и другие, прежде всего факультеты свободных искусств, медицинские, философские, юридические факультеты, на которых прежде всего преподавали каноническое, церковное право, но впоследствии с развитием торговли, городов, стали преподавать светское право. Городское сообщество в значительной мере организуется по другим противоположным феодальным принципам. Это свободный союз свободных людей. Об этом говорила пословица того времени «Воздух города делает свободным». Крестьянин и любой другой зависимый человек мог бежать в город от своего господина и феодала и освобождался от зависимости, пересекая линию стен города. Однако над городами еще продолжают давлеть установки корпоративности средневекового понимания организации сообщества, но уже вызревают новые принципы, которые в будущем сделают именно города центрами зарождения буржуазных капиталистических отношений. Недаром слово «буржуа» как раз и означает «горожанин», «бюргер». По сравнению с феодальным городское законодательство было более единообразным, мягким, рациональным, цивилизованным. В городах отменялись дикие нормы обычного традиционного права, например, решение споров с помощью поединка или специального испытания. Суд становился в городе единственным методом разрешения конфликтов. Конечно, существовало законное, то есть узаконенное по тому времени неравенство между различными городскими слоями, сословиями, которое провоцировало злоупотребление сильных и богатых, притеснение с их стороны по отношению к бедным и слабым. Но со временем принцип праведства перед законом возобладает в городском сообществе. Возникает особая городская культуру со своими традициями, развлечениями, то есть карнавалами, праздниками. Сюда потянулись из своих замков знать, чтобы с удовольствием проводить время. Они обзаводились домами, резиденциями в городе и вели роскошный образ жизни. Но попадая в город, они обязаны подчиняться уже были городским законом. Государства Западной и Центральной Европы в эпоху развитого Средневековья. Понятия о национальных государствах, суверенитете, территориальной ценности, целостности не существовало. Королевство или княжество было владением соответствующей правящей династии. Родственные династические связи в Европе были чрезвычайно переплетены и запутаны. Все были родственниками всех. Поэтому правители одной страны могли претендовать на трон другой. А население не всегда защищало интересы правящей фамилии. Наций, в нашем понимании, не существовало. Не было французов, англичан, немцев. В границах современной Франции проживало много народов, иногда не чувствуя никакого родства с соседями. Например, бургундцы могли спокойно воевать против французского короля на стороне английского. Именно на этих принципах и строились международные отношения в Европе. Англия в XI веке становится ведущим государством Европы. Долгое время она была конгломератом небольших королевств, между которыми шла постоянная борьба и ареной различных набегов и завоеваний. Датские и норвежские викинги регулярно брали с английских королей дань. Время от времени завоевывая Англию и включая ее в свое королевство. В 1066 году произошло самое известное и самое последнее завоевание викингов. Нормандский герцог Вильгельм прозванный завоевателем имея определенную родственную связь с английским королевским домом и претендуя на английский престол высадился в Англии с намерением занять трон. В битве при Гастингсе он разбил армию последнего саксонского короля Гарольда и стал первым нормандским королем Англии. Конфискованные у саксов земли раздавались франко-нормандской знати. была создана довольно совершенная налоговая система и проведена своеобразная перепись населения, оформленная в книгу страшного суда. Она так называлась, потому что каждый, записанный в эту книгу, должен был клясться страшным судом в том, что он говорит правду. Перепись населения нужна была для того, чтобы установить целостную налоговую систему и закрепить новый политический режим. Книга страшного суда таким образом является одним из немногих важнейших источников по истории средневековой Англии. Вильгельм, завоеватель и его преемники стали проводить активную внешнюю политику, означавшую в то время создание различных в том числе и династических союзов и вмешательств во внутренние дела других стран. Сложные династические узлы, приведшие в будущем к длительной, более чем столетней войне Англии и Франции, стали завязываться именно в XII веке. Граф Анжуйский был по материнской линии внуком английского короля. Во второй половине XII века он занял английский трон под именем Генриха II, объединив в своих руках одновременно власть над большей частью Западной Франции. Генрих был сильным королем. Он создал совершенную систему сбора налогов, централизовал судебную систему, сконцентрировав всю власть в своих руках. В период после нормандского завоевания столкновения короля и церкви происходили регулярно, несмотря на то, что само это завоевание было осуществлено с разрешения Папы Римского. Сильные позиции церкви по всей Европе в это время способствовало проведение Клюнийской реформы и усиление власти Папы Римского, а также спор об инвеституре между Папой и Императором, который происходил прежде всего в Священной Римской Империи. На сей раз в Англии конфликт возник из-за непроясненной юрисдикции церкви и государства, то есть государство в лице короля претендовало на то, чтобы судить церковных деятелей, церковных хирарков. А также этот конфликт происходил, конечно же, из-за земельных вопросов и праве назначать епископов. Этим правом активно пользовался король, однако это оспаривало церковь и прежде всего римский престол. архиепископ кентерберийский Томас Бекет стал противостоять, противодействовать реформам и действиям Генриха Второго. В этом споре значительную роль сыграли личные качества короля и архиепископа, их неуступчивость и амбициозность. Томас Бекет видел себя не просто главой местной церкви, он соревновался в своих властных полномочиях со светской властью, с королем, что, конечно, королю абсолютно не нравилось. В результате Бекет был убит прямо в соборе сторонниками короля. Однако церковь не смирилась с этим. Его быстро объявили святым, а королю пришлось покаяться. Тем не менее, папа римский не хотел ссориться с английским королем, который был достаточно силен, и, в общем-то, дело замяли. Франция продолжала оставаться раздробленной. Капитинги контролировали Парижский округ и пока были не в состоянии объединить страну. Их слабый авторитет, который все-таки еще существовал как-то, держался на признании церкви. Их соседи, порой более могущественные герцоги Аквитании, Бургундии, Нормандии и графы Анжу и Блуа постоянно стремились занять трон, образуя различные коалиции. Но конкуренция между ними, конфликты, споры, распри постоянно мешала выдвинуться к какому-то одному лидеру и создать достаточно прочную коалицию. Однако в 12 веке король Людовик VII путем хитрой геностической политики значительно расширил королевский домен. Он удачно женился на Элеоноре Аквитанской, наследнице большого герцога Аквитанского и получил в конечном итоге его наследство. Так что Аквитания, правда, временно, но все же была присоединена к центральному округу, к Парижскому району. Германия существовала в рамках Священной Римской Империи, которая со времен Карла Великого считалась наследницей с одной стороны Древней Римской Империи, с другой стороны новым христианским всемирным государством. После смерти Атона III эта империя опять стала распадаться на практически независимые земли. Новый Император из менее влиятельной франконской династии столкнулся с серьезным сопротивлением сильных герцогов саксонских. Его наследник Генрих IV, ставший императором во второй половине XI века, смог победить саксонцев, но у него возникли более серьезные проблемы с католической церковью и прежде всего с папой римским. Еще в X веке в Западной церкви, то есть в католической церкви, началось движение зареформирования, которое называлось Клюнийская реформа, так как источником его было аббатство Клюни. Эта реформа должна была способствовать освобождению церкви от мирских светских недостатков. В целом реформа была направлена на поднятие авторитета церкви и в частности папства в Европе. Основными мероприятиями этой реформы было введение целебата, то есть запрета браков для священников, запрет симонии, то есть продажи церковных должностей, выборы папы священнослужителями, то есть прежде всего кардиналами, и передача инвеституры, то есть назначение священников непосредственно папе, а не императору, как это было ранее. Последнее было особенно актуально, так как священники и епископы всегда зависели от местных светских властей, получали от них земли, различные полномочия, льготы и назначались ими за это. В процессе проведения реформы авторитет папы действительно вырос. Все существенные внешнеполитические акции теперь согласовывались с папой всеми королями Европы. Так было например с уже упомянутым завоеванием Англии норманами. В 1073 году папой был избран Григорий VII, самый принципиальный сторонник клюнийской реформы. Он выдвинул свод радикальных требований, включая и право папы властвовать над светскими правителями и не излагать императоров по своему усмотрению если те не подчиняются власти папы. Император Священной Римской Империи Генрих IV в целом поддерживающий реформу в ее церковной части не мог согласиться с радикальными требованиями из которых следовало что он должен был поделиться властью с папой. Император традиционно назначал немецких и итальянских епископов на своей должности то есть проводил акт инвеституры. Последнее время сильные императоры назначали и папу так как свободно контролировали Северную Италию. В 1076 году собор немецких епископов созванный императором объявил о низложении папа. В ответ папа Григорий VII отлучил императора от церкви и освободил подданных его от присяги. Этим воспользовались влиятельные немецкие князья и собираясь низложить Генриха подняли против него мятеж. Условием восстановления его титула императора было прощение папы. Большая часть духовенства также стала на сторону папы и императору пришлось идти на поклон к папе. Зимой 1077 года Генрих отправился в альпийский замок Коноссу, где скрывался папа. Под окнами замка три дня в простой одежде кающегося грешника по условиям прощения император дожидался папского решения. Таким образом, получив формальное прощение, он получил передышку и победил мятежных князей. повторное отлучение последовавшее затем не возымело своего действия, так как власть императора к этому времени уже достаточно усилилась, а сила отдельных немецких князей была смятена. Генрих привел армию в Рим и сверг папу. Он назначил своего ставленника, который впоследствии церковью был признан антипапой, то есть нелегальным, ненастоящим папой. Через некоторое время германские князья снова восстали. К ним присоединился сын Генриха IV. Он смог свергнуть отца и стал новым императором Генрихом V. Новый император тем не менее продолжил спор с папой за инвеституру. Наконец, в 1022 году оба они пришли к компромиссу, хотя и этот компромисс был временный. Император отказался от инвеституры и теперь папа передавал епископам и архиепископам духовную власть, которая символизировала передачу определенных полномочий и заключалась конкретно в передаче посоха и кольца. А император передавал этим духовным князьям земли и оставался их феодальным сюзереном. однако спор между папой и императором возобновился при Фридрихе Первом Барбароссе. Барбаросса был сильным политиком и талантливым человеком. Однако у него же были те же проблемы, что у его предшественников. Он смог победить своих противников в Германии, навсегда сломив сопротивление саксонских князей. Его намерения контролировать Италию не понравились новому папе Александру Третьему. И тот высказался в том смысле, что император должен получать власть от папы и чуть ли не быть его вассалом в феодальном смысле этого слова. Начался долгий конфликт. На сторону папы быстро перешли большинство королей Европы. Но Фридрих действовал умело, быстро маневрировал, и коалиция папы вскоре развалилась. Через 20 лет спор сам собой прекратился и окончился он практически ничем. Сын Фридриха, Кенрих VI, женился на наследнице нормандского королевства Сицилии и стал самым могущественным правителем Европы. Но после смерти его империя распалась, а вопрос о соотношении духовной светской власти, спор между императором и папой продолжался дальше, и в зависимости от того, кто из них обладал конкретной реальной политической или военной силой, решался и вопрос о власти. Крестовые походы Крестовые походы можно рассматривать как военизированное миграционное движение или военную экспансию на восток. В любом случае причинами их были рост и избыток населения, нехватка земель, появление большого числа безземельных бедных рыцарей, у которых кроме своего вооружения, коня и доспехов ничего не было. Важное значение имело и возможность обогатиться для богатых и бедных. Нельзя исключать, конечно, и искреннее стремнение многих действительно освободить гроб Господень Иерусалим от иноверцев. Иерусалим был завоеван мусульманами еще в период первого арабского завоевания. Впоследствии переходил к различным правителям, но тем не менее так и оставался мусульманским. Это было основной внешней причиной того, что христианские властители и христианские религиозные лидеры призвали христианскую Европу завоевать гроб Господень и очистить его от иноверцев. В этом смысле крестовые походы были именно религиозными войнами против неверных. В 11 веке Византию атаковал новый враг турки-сельджуки. К концу века их нашествие стало представлять непосредственную опасность Константинополю. Они практически были под его стенами. Император Алексей I Комнин обратился к папе Урбану с просьбой о помощи. Папа, конфликтовавший как обычно с императором Священной Римской империи, быстро понял, что на основе этого призыва можно провести серьезную духовно-политическую акцию, перехватив тем самым политическую инициативу. Папа призвал всю христианскую Европу освободить Иерусалим и гроб Господень от неверных. Эта идея очень быстро охватила Европу. Христианские деятели наперебой агитировали вступать в ряды крестоносцев. крестоносцам говорили они прощаются все грехи прошлое настоящее и будущее а материальные выгоды от этого мероприятия о которой тоже часто упоминали проповедники обещало произойти всевозможные ожидания легенды ходили о богатствах Востока по социальному составу крестоносцы представляли практически все социальные слои средневековой Европы бедняки искали лучшей доли или просто стремились уйти от нищеты простые неимущие рыцари шли за землями богатством и военной славой что было не менее важно для них короли герцоги и графы хотели основать свои собственные государства многие из них были младшими родственниками в своих династиях и не могли надеяться на серьезное наследство крестоносцы прибыли в Византию и были приняты императором признали его сузереном всех будущих завоеванных земель но после завоевания этих земель мгновенно забыли о своей клятве в 1099 году Иерусалим был достаточно легко взят штурмом крестоносцами устроившими резню на его улицах они убивали даже в самом храме гроба господня в котором скрывались жители Иерусалима относившиеся к различным вероисповеданием крестоносцы основали несколько государств на территории завоеванного Иерусалима и окружающих земель во главе которых стали предводители крестового похода которые в основном происходили из Франции в Палестине крестоносцы организовали несколько духовно-рыцарских орденов которые должны были защищать половников члены ордена давали обет послушания бедности и целомудрия первыми духовно-рыцарскими орденами стали тамплиеры или рыцари храма от слова тампль что означает храм иначе их еще называли госпиталеры или рыцари святого Иоанна Иерусалимского так как штаб-квартира ордена находилась в госпитале святого Иоанна ордена быстро богатели за счет многочисленных пожертвований и завещаний которые шли от богатых и бедных со всех концов Европы папы видевшие в орденах средства расширения своей власти и авторитета даровали им серьезные привилегии но подчинили духовно-рыцарские ордена непосредственно своей власти по примеру палестинских паломников в Европе стали создаваться и многочисленные рыцарские ордена не направленные непосредственно на завоевание восточных земель не все из них собирались воевать с неверными например деятельность ордена святой Марии больше известного как Тевтонского ордена была направлена прежде всего на завоевание Прибалтики славян где он создал свое государство это завоевание было признано папами тоже крестовым походом и освящено их благословением второй крестовый поход который происходил в 1145 в 1149 годах был в целом неудачный и не очень оправданный так как Иерусалим продолжал в это время принадлежать крестоносцам первого крестового похода и их наследникам выдающийся церковный деятель того времени Бернард Хлервозский уговорил французских французского и немецкого королей возглавить крестовый поход часть крестоносцев отправилась завоевывать земли славян что тоже было признано крестовым походом так как славяне были язычниками и крестоносцы должны были нести им истинную веру те же кто попал на восток столкнулись с сопротивлением местных рыцарей потомков первых крестоносцев большинство земель было уже занято им не хотелось портить установившиеся хорошее отношение с местными мусульманами поэтому наиболее весовым результатом похода стало неожиданное взятие Лиссабона на Пиренейском полуострове и основание государства Португалии поводом для третьего крестового похода стало поражение крестоносцев от Саладина или Салах от Дина и захват им Иерусалима в 1187 году этот поход организовали с размахом ввели специальный налог во главе войск стал сам император Фридрих Барбаросса то есть император Священной Римской империи а также короли Англии Ричард Львиное сердце и король Франции Филипп Второй Август преодолев многие трудности армия крестоносцев вторглась на восток правда Фридрих утонул при переправе реки в самом начале крестового похода как только крестоносцы оказались на востоке его войско довольно быстро распалось но остальные крестоносцы вступили в военные действия с Саладином война проходила в сложных условиях пустынных земель тяжелого жаркого климата после ряда столкновений и серии переговоров крестоносцев крестоносцам достались приморские города в том числе важнейший порт Акро Иерусалим остался у Саладина но он разрешил христианам прежде всего христианским паломникам беспрепятственно посещать святые места богослужение в храме гроба господня не прекращалось и после завоевания Иерусалима мусульманами судьба участников третьего крестового похода была драматична противоречия между европейскими правителями были зачастую более серьезными чем между христианами и мусульманами прежде всего это касается Ричарда Львиного сердца английского короля который большинство большую часть своей жизни провел вне своего королевства на востоке в различных походах он был схвачен на обратном пути из мусульманских земель австрийским герцогом с которым успел поссориться еще будучи в крестовом походе он был передан императору и освобожден только за большой выкуп вернувшись в Англию Ричард Львиное сердце вскоре умер практически всю жизнь он провел в походах то есть правление его было достаточно призрачным его место занимал брат так называемый принц Джон Ричард Львиное сердце таким образом стал персонажем легенд и образцом справедливого короля Четвертый крестовый поход привел к давно ожидаемому и все-таки неожиданному захвату Константинополя крестоносцами Константинополь напомню был столицей христианского хоть и православного государства Византия сказалось слабость Византийской империи которая к этому времени испытывала огромные трудности и удары с различных сторон прежде всего завоевания турков сельчуков Константинополь пал под ударами крестоносцев Огромные ценности в том числе религиозные святыни были вывезены на запад На месте Византии возникло несколько государств крестоносцев формально существовавших под эгидой так называемой Латинской империи со столицей в Константинополе Эти государства постоянно ссорились конфликтовали друг с другом и просуществовали очень недолго в течение полувека в начале 13 века были организованы и детские крестовые походы которые имели во многом стихийный характер ведь папство к этому не имело никакого прямого отношения считалось что чистые непорочные дети смогут с Божьей помощью сделать то что оказалось не под силу взрослым то есть вернуть христианам гроб господен в результате тысячи детей из Европы погибли или были проданы в рабство на восток последующие походы существенного значения не имели хотя некоторые были организованы папой римским с большим размахом папы пытались возобновить идею крестовых походов чтобы усилить свою власть и провести очередные массовые мероприятия под своей эгидой в 1229 году император Фридрих второй находясь под папским отлучением поскольку как всегда конфликтовал с папой из-за инвеституры и других светских проблем прибыл в Палестину и заключил договор с египетским султаном о мирном возвращении Иерусалима Фридрих спокойно занял святой город и возложил на себя корону Иерусалимского короля однако оставленные им наместники не смогли долго удерживать это легкое приобретение в 1244 году Иерусалим был снова потерян последние крестовые походы организовал король Франции Людовик IX прозванный святым эти походы были направлены прежде всего против Египта который к тому времени существовал уже достаточно автономно от империи турок он был основным оплотом мусульман на востоке в первом из них король потерпел сокрушительное поражение и даже попал в плен к мусульманам но в это время власть Египте захватили мамилюки мамилюки представляли себя собой особое сословие это было военное сословие армия так называемых белых рабов для формирования этой армии со всей огромной империи турок сельджуков собирались преимущественно белые мальчики славяне они воспитывались при дворе султана в духе строгого мусульманства ислама строгого подчинения непосредственно султану впоследствии они использовались султаном для охраны собственной особы или в серьезных столкновениях с противником и представляли собой исключительно верное военное подразделение впоследствии мамилюки сами стали определять политику Египта и назначать султаном султанов и в конечном итоге сами султаны вышли из мамилюков таким образом они захватили власть в Египте Людовик IX святой воспользовался этим переворотом проведя переговоры с мамилюками он добился освобождения своей армии и увел ее в Палестину там используя всеобщий хаос он захватил основные города включая Иерусалим который уже не был столь ценен для мусульман но удерживать долго этот город он не смог следующий поход организованный Людовиком IX ожидала катастроф в 1270 году он отплыл в Тунис где он его армия погибли от чумы что было весьма распространенным явлением в то время 1291 году мамилюки из Египта довольно легко отвоевали последний оплот крестоносцев приморский город Акру и таким образом все завоевания крестоносцев к этому времени на востоке были уничтожены уничтожены к концу 13 века завоевания крестоносцев на востоке были ликвидированы мусульманами наиболее значимые последствия крестовых походов обозначились непосредственно для самой Европы крестовые походы способствовали довольно значительной социальной стабилизации умиротворению европейского общества европейского населения оттоку части населения особенно наиболее агрессивно активного направленного на завоевание завладение чужим имуществом и так далее в этом смысле крестовые походы оправдали себя часть агрессивного активного населения безземельных малоимущих рыцарей нашли свои земли на востоке часть из них погибла часть безземельного крестьянства тоже обогатилась хотя большая часть тоже пропала в тяжелых опасных восточных землях земельное и демографическое давление в результате крестовых походов в европе ослабело в экономику средневековой европы в результате крестовых походов пошли значительные средства от продажи имущества крестоносцами которое осуществлялось для покупки снаряжения и продовольствия отправляясь в дальний поход нужно было запастись и тем и этим крестовые походы также интенсифицировали связи между западом и востоком наибольшую выгоду получили итальянские портовые города и судовладельцы прежде всего Венеция именно венецианские судовладельцы перевозили войска крестоносцев из Европы в Азию в Византию и именно они способствовали определению направлений завоевания крестоносцами в конечном итоге именно византийские купцы и судовладельцы стали инициаторами завоевания Византии и падения Константинополя они больше всего обогатились за счет крестовых походов с востока крестоносцы принесли некоторые полезные обычаи то есть влияние культуры востока на культуру запада было довольно ощутимым например наиболее полезным обычаем стало внимательное отношение к собственной гигиене хотя в нашем понимании резкой смены такого отношения не произошло в некоторых местах после крестовых походов привился обычай мыться в бани с мылом до этого ничего подобного в Европе не существовало а традиция римских бань терм сохранилась исключительно в византийской империи или на мусульманском востоке среди негативных явлений вызванных походами были конечно испровоцированные первые еврейские погромы усиление религиозной нетерпимости религиозного фанатизма в Европе в целом способствовало усилению ксенофобии евреи были прекрасным объектом для нападок и агрессивных действий них всегда видели чужаков они жили особыми общинами или гетто в различных городах и занимались особыми профессиями специальностями дело в том что евреев традиционно не допускали к наиболее распространенным профессиям им приходилось довольствоваться например ювелирным делом или давать деньги в ренту то что называлось расставщичеством которое традиционно осуждалось христианской церкви кроме того именно в это время особенно популярным стал тезис о том что именно евреи распяли иисуса христа то есть евреи являются прямыми противниками христианства в это время по европе покатить прокатилась серия еврейских погромов которые будут регулярно происходить в дальнейшем в истории средневековой и новой европы причем инициаторами погромов зачастую могли быть и простые люди крестьяне которые в нищете в бедности искали выход своим эмоциям и устраивали целые шествия целые движения которые то и дело устраивали еврейские погромы под религиозными лозунгами крестовые походы породили также довольно стойкую традицию религиозного оправдания любым воинам завоеванием и грабежам эта традиция вовсю использовалась в экспансии европейцев христиан католиков на нехристианские или славянские земли именно под знаком креста под флагом крестоносцев организовывались завоевательные походы захватывались чужие земли и организовывались целые государства религиозно христианского типа например государства тефтонского или ливонского орд орденов в прибалтике эта же экспансия способствовала попытки объединения западных и восточных церквей учитывая то что положение константинополя положение византии было довольно шатким это способствовало проникновению католичества в традиционно православные славянские земли именно на этой границе границе славянские земель и возникали основные конфликты тем не менее крестоносцы вместе с завоеваниями несли и определенные элементы цивилизации например город Рига был основан немецкими крестоносцами таким образом крестовые походы имели положительные и отрицательные следствия они стали результатом тех явлений в экономике социальной жизни в демографии средневековой Европы которые зависели или стали следствием развития экономики роста населения следы крестовых походов остались и в культуре например традиции духовно-рыцарских орденов сохранились и в позднем средневековье и в конечном итоге они переросли в мистические духовные организации типа масонов или розенкрейцеров в котором объединялись следы духовной мистики религиозной мистики и рыцарской символики таким образом зрелое средневековье можно считать периодом в котором реализовывалось самосознание европейского христианского человека крестовые походы не привели к расширению христианской средневековой сферы деятельности силы мусульман оказались больше мусульмане потеснили христиан и в дальнейшем продолжат их теснить даже на европейском континенте возможно это способ способствовало тому что христианская европейская средневековая цивилизация обратилась к себе самой усилилась самосознание основные тенденции основные силы развития этой цивилизации были направлены на внутреннее качественное развитие в конечном итоге это привело технологическому интеллектуальному прорыву который мы наблюдаем в начале нового времени в конечном итоге появлению новой европейской науки искусству техники способствовали процессы в зрелом и позднем средневековье так лекции 4 позднее средневековье тринадцатом четырнадцатом веках европе вновь наступает временное похолодание выпадает больше дождей следствием этого становятся неурожаи сельском хозяйстве наблюдается стагнация связанная с тем что средневековый феодальный способ производства начинает все больше исчерпывать свои ресурсы сыграло свою роль и ухудшение погодных условий трудные северные земли перестают обрабатываться все больше распространялась трехпольная система более эффективная но и быстро истощающая землю без достаточных удобрений доступных для обработки земли мест становилось катастрофически мало началась миграция населения в неосвоенные районы правители таких областей особенно в центральной европе специально приглашали крестьян из густо заселенных районов для обработки своих земель на льготных условиях однако впоследствии на этих землях тоже происходило закрепощение этих крестьян рост населения наблюдался преимущественно в городах эта тенденция как раз начинается в позднем средневековье и продолжается в новое время большинство из городов было по-прежнему небольшим с населением в несколько тысяч человек но появляются и крупные административные и торговые центры в лондоне и кельне население составляло 30 тысяч человек а в париже было 80 тысяч особенно населены были города фландрии в брюйге было 35 тысяч человек а в генте 50 тысяч а также города северной италии во флоренции развитом торговом центре целой торговой республики почти империи было 90 тысяч населения столь же многочисленные населения имели такие города как милан и генуя рост городского населения говорит о приросте сельского населения так как приток этого населения шел из деревни рост потребления в городах стимулировал развитие сельского хозяйства в округе горожане нуждались в разнообразных продуктах росло не только количество продуктов но и их качество различные районы европы усиливали свою специализацию в южной франции например издревле производились дорогие высококачественные вина во фландрии и северной италии тонкая дорогая одежда пользующиеся особым спросом среди знати развитие капиталистических отношений в ремесле и торговле шло порой достаточно высокими темпами подобная система производства хорошо действовала там где источники сырья и рынок ремесленных изделий были местными ограниченными и общеизвестными но она переставала работать в тех местах где производство высококачественных товаров узкого спроса требовалось требовало привозное сырье например фламандские итальянские суконщики вывозили высококачественную шерсть из Англии а местным придильщикам и ткачам приходилось покупать ее у посредников поскольку это было дорого они вынужденно брали ее в кредит оказываясь в долгу и в зависимости от купцов импортеров но гораздо чаще они брали кредит у экспортеров которые продавали готовую ткань ибо по самой природе своего ремесла не имели контакта с конечным покупателем в свою очередь купцы единственные кто владел капиталом и технологией купли-продажи находили удобным и выгодным организовывать производство тканей сообразно сложившимся условиям рынка к концу тринадцатого века эта практика эволюционировала высокоразвитое и хорошо организованное капиталистическое производство в рамках передовой для того времени вертикальной интеграции таким образом во фландрии и северной италии получил развитие настоящий капиталистический способ производства при котором работники фактически стали наемными рабочими за плату пролетариями не владеющие ничем кроме своего труда хотя в то время еще не было фабрик а работники трудились на дому и продолжали нанимать подмастерьев и учеников занятость работников зависела от колебаний международного рынка о котором сами работники ничего не знали и который они не могли контролировать поэтому неудивительно что в этих двух областях начались производственные конфликты забастовки и городские восстания когда они совпадали с крестьянскими восстаниями то могли быть весьма опасными процессы развивавшиеся в шерстяном производстве были характерны для других отраслей там где для производства требовался значительный основной или оборотный капитал например в горном деле или в строительстве кораблестроении предприниматели и создаваемая ими капиталистическая организация неумолимо вытесняли мелких самостоятельных ремесленников этот процесс шел медленно не везде одновременно и в этот период затронул лишь некоторые области европы и сравнительно небольшую часть трудоспособного населения но в тринадцатом четырнадцатом веках стали разделяться традиционное общество медленно рождающегося рождающиеся сочетания позднеримского мастерства и варварских обычаев и динамичное построенное на конкуренции и глубоко дифференцированное современное общество именно в эту эпоху зарождаются те стереотипы экономического поведения и организации со всеми соответствующими проблемами социальных отношений которые характерны и для современного развития этих отношений если в ремесленном производстве происходили столь существенные изменения то еще более существенные изменения происходили в торговле рост населения производство товаров и благосостояния развитие городов и специализация все это привело к огромному расширению торговли оно происходило на всех уровнях от деревенского рынка до крупных международных ярмарок где действовали профессиональные купцы резкого разрыва с процессами предшествующих столетий не происходило но там где торговля прежде была случайной она стала организованной и регулярной четыре ярмарки в шампании отныне постоянно действовали в течение большей части для регулярного общения фламандских и итальянских купцов до тех пор пока в 14 веке им на смену не пришли ежегодные плавания торговых флотилий из италии через гибралтар в брюге жители брюге отказавшиеся от поездок обнаружили что они прекрасно могут жить оставаясь дома и предоставляя иностранным кумцам складские и посреднические услуги своего города венецианцы генуэзцы и другие жители северной Италии прежде всего конечно же городов все больше вытесняли своих конкурентов и средиземноморской торговли именно итальянцы развивали самые сложные формы торговых операций прежде всего разнообразные варианты торговых товариществ компаний это позволяло им привлекать значительные оборотные капиталы необходимые для строительства и оснащения кораблей покупки товаров оплаты работы команды и оплаты плаваний давшихся порой несколько месяцев существование товариществ вызвало необходимость введения регулярной отчетности которая позволяла каждому участнику каждом торговом предприятии получить свою долю прибыли или понести свою долю убытков так возникла система двойной бухгалтерии а поскольку всегда существовала опасность стать жертвой штормов скал пиратов купцы завели морское страхование как гарантию своих вложений однако страховые взносы были достаточно велики и многие в то время считали что затраты на страхование себя не окупают вместе с тем почти все купцы использовали кредит торговлю в 13 веке вероятно не возросла столь значительно если бы в силе оставался принцип оплаты по факту на личном обращении просто не оказалось бы достаточно денег несмотря на то что западная европа впервые за 500 лет вернулась к чеканке золотых монет в конце 13 века флоренция выпустила знаменитый золотой флорин а вслед за ней венеция золотой дукат гораздо удобнее надежнее было покупать и продавать в кредит выдавая долговые обязательства нежели постоянно расплачиваться значительными в том числе и по весу суммами серебре и золоте эти долговые обязательства или векселя можно было использовать и для того чтобы скрыть проценты на займы или не перечислять их живыми деньгами банковское дело тоже расширялось и тому были две основные причины во первых в обращение вошло множество различных монет сравнительное достоинство которых было настолько сложно установить то для этого вскоре потребовались профессиональные минеалы во вторых купцы предпочитали хранить свободные средства в надежном месте когда эти две функции объединились в одних руках появилась возможность снимать или делать вклады родилось современное банковское дело родиной новых коммерческих операций стала Италия прежде всего Генуи Тоскана здесь в Италии в 13-14 веках возникли первые письменные руководства по банковскому делу равным образом в Италии появились и первые описания иностранных портов и торговых путей а также словари с переводом итальянских слов и фраз на восточные языки наконец именно в Италии молодые люди могли изучать основы коммерции не просто как подмастерия солидных торговых компаний но в школах и университетах в течение многих столетий жители северных стран Европы приезжали в Италию учиться этому искусству с развитием новых методов коммерческой деятельности появились и новые установки сознания рациональный расчет в организации экономического предприятия цифровые математические оценки возможностей а также рациональные математически выверенные методы коммерции по сообщению разных источников очень популярно в это время стало учиться чтению счету арифметики геометрии но Флоренция Венеция Генуи несколько других итальянских государств городов далеко опережали прочие города Европы большинство населения и даже основная часть купечества оставалась традиционалистами их вполне устраивала жизнь которую они вели новое отношение к труду укоренилось очень медленно долгое сопротивление повсеместному использованию арабских цифр является наглядным примером фундаментального консерватизма свойственного даже самым образованным людям тем не менее обращение к рациональным методам и рациональной организации торговли укреплению которых способствовал итальянский городской патрициат дало мощный импульс общему стремлению к рациональности начало меняться и традиционная средневековая сеньория развитие рынка рост цен поставили вопрос об экономической целесообразности эксплуатации зависимых крестьян наиболее прогрессивные землевладельцы переходили на отношения аренды прочие усиливали эксплуатацию сервов то есть зависимых крепостных крестьян таким образом это можно считать вторым изданием крепостничества но это не затрагивало других синериальных прав например судебных или право держать мельницу которые сохранились до нового времени и были сметены буржуазными революциями европей земельных отношений ранней европы стало все больше нарушаться это между прочим не нравилось крестьянам которые чувствовали шаткость своего положения из 14 века крестьянские волнения стали обычным явлением европы европейских странах постепенно начинают формироваться централизованная система управления прежде всего налоговая казначейская судебная это обусловило судьбу европейских монарх монархи в позднем средневековье соответственно появляются квалифицированные управленческие кадры юристы и финансисты это привело к росту экономической политической культурной самостоятельности регионов в дальнейшем подобные явления должны были стимулировать появление централизованных государств в западной европе в 12-13 веках многие европейские монархи под давлением знати принимают указы защищающие своих вассалов от произвола королевской власти требовавшие королем соблюдение законов своей страны провозглашалось равенство всех то есть прежде всего конечно магнатов перед законом подобные документы были приняты в германии испании например фридрих барбаросса признал полную независимость городов северной италии от императора но самым известным документом такого рода стала английская великая хартия вольностей недовольные властной политикой иоанна безземельного и высокими налогами бароны выступили против него война была королем проиграна ему пришлось подписать хартию подразумевающую равенство перед законом светских и духовных магнатов невозможность заключения их в тюрьму или лишение имущества иначе чем по приговору суда или равных себе что впоследствии способствовало возникновению суда присяжных особенностью хартии было то что декларированные в ней свободы королевским вассалом должны были распространены должны были быть распространены ими на своих подданных считается что хартия стала основой английской демократии и в конечном итоге именно английский либерализм вышел из этой хартии папство в позднем средневековье достигло своего могущества при Иннокентии третьем который занимал папский престол с 1198 по 1218 год инокентий третий считал папу превыше всех земных правителей некоторые короли признали себя его вассалом он постоянно вмешивался в дела других стран выступал судьей посредником и следил за целостностью семейной жизни монархов запрещая разводы к 13 веку папы создали стройную систему канонического права ставшую основой их притязаний на власть кроме того они построили систему централизованного управления церковью взимание церковных налогов назначение епископов особое место в ней занимала деятельность новых монашеских орденов доминиканцев доминиканцев и францисканцев доминиканцы иначе их еще называли псы божьи от названия домини канес были ближе к папе и возглавляли инквизицию францисканцы были более свободны и занимались философскими идеологическими вопросами христианской веры они придали веры более личностный характер по примеру своего основателя франциска ассистского они жили в миру в полном отказе от имущества и благ проповедуя вероучение среди простых людей орден францисканцев пользовался исключительной популярностью в народе папа сразу же одобрил действия франциска асистского и его последователей понимая что проповедь бедности и простоты жизни поддержанная церковью отвлечет народ от недовольства поведением епископов и аббатов а часто и самого папа утопавших в роскоши и занимавшимися часто совершенно мирскими делами папа продолжали разделять и властвовать европе раздавая земли возводя на трон и передавая целые королевства из одной династии в другую иногда методами которые пользовались папа вызывали неприятие самых ревностных католиков например против такого поведения пап высказывался людовик девятый святой так действовал например папа анакентий четвертый чтобы противостоять императору досадить ему он передал сицилию карлу анжуйскому но сицилийцы быстро уничтожили ненавистных французов которые творили беззаконие на новых землях английский король эдуард первый и французский король филипп четвертый воюя друг с другом обложили своей церкви специальным налогом филипп осудил одного из епископов что нарушало юрисдикцию папского суда папа бонифаций восьмой призвал духовенство выйти из подчинения своим королям и выпустил бул то есть постановление и говорилось что условием спасения является подчинение папе но в это время подобное действие которые имели результат в раннем средневековье в частности в случае конфликта папа григория седьмого и императора генриха четвертого были уже неэффективны филипп быстро нашел противодействие до подобных действий он блокировал вывоз денег из франции что вызвало финансовый кризис папской власти это стало более действенным средством чем война через некоторое время папа бонифаций не вынеся оскорблений и различных противодействий которые чинили ему приспешники французского короля умер новый папа будучи французом приехал из Рима в Авеньон где его преемники пребывали в течение почти полусотни лет до 1376 года победа французского короля над папством говорит о том что в 14 веке идея суверенного государства была ближе народам Европы чем более абстрактный принцип христианского единства который воплощался во власти папы тем более что папы были слишком неразборчивы в средствах для достижения своих политических целей такие методы могли простить светскому владыке но не церковному авторитету поэтому уважение к папству стало падать это еще не было поражение но это стало началом победы светской власти над церковной в позднем средневековье в начале нового времени недовольство народа официальной церковью выразилось в появлении многочисленных ересей которые были идеологической основой более широких народных движений возникали они обычно на окраинах Европы где влияние католичества было слабее чем в центре кроме того в этих районах оставались еще воспоминания о языческом прошлом большинство ересей критиковали официальную церковь и считали что любой верующий может обращаться к Богу напрямую без посредников еретические учения постоянно возникали в Европе в крестьянской и особенно в городской среде с ее свободомыслием католическая церковь справлялась с ними сравнительно легко с помощью инквизиции наиболее мощным из этих движений была ересь альбегойцев называвшихся так по городу альби в южной франции в основе этого движения лежало учение катаров то есть чистых движение альбегойцев или катаров распространялось в южной франции где всегда были сильны оппозиционные центры настроения катары полагали что в основе мира лежит дуализм двух равных начал добра и зла материальный мир и тем более власть светская церковная является воплощением зла ядро катаров вело строгую аскетическую жизнь но для остальных это было не столь обязательным исключительной неприступностью альбегойцев способствовало покровительство некоторых знатных людей южной франции и северной италии например графа тулузского это покровительство проистекало больше конечно из политических соображений к началу тринадцатого века движение альбегойцев приняло угрожающий характер папа инокентий третий организовал против них особый крестовый поход который поддержали французский король и знать поход сопровождался обычными атрибутами истреблением короля расширить свою власть и общей жаждой обогащения действия крестоносцев носили как всегда чрезвычайно жестокий характер население нескольких альбегойских городов было истреблено у местных дворян были отобраны земли и ценности другой крупной акцией стало уничтожение ордена тамплиеров со времени крестовых походов этот орден получивший огромные привилегии от пап и пожертвования от состоятельных людей со всей Европы стал самым могущественным и богатым он приложил руку к организации банковской системы в Европе предоставлял обширные кредиты французскому и другим королям король филипп четвертый красивый из династии капитингов решил расправиться с орденом и присвоить его огромные богатства в 1307 году все тамплиеры во франции были арестованы и переданы инквизиции их обвинили в ересе и казнили орден был уничтожен его имущество конфисковано королем однако династия капитингов вскоре оборвалась что связывали с проклятием которое наложили тамплиеры на филиппа четвертого красивого тринадцатый век стал высшей точкой могущества и падения рода гугенштауфенов в германии фридрих второй объединил в своих руках сицилию германию и имперский титул он долго воевал в италии пытаясь воздействовать на папу и крупные северные города после его смерти власть в германии перешла к курфюрстам то есть к крупным светским и духовным князьям которые избирали императора курфюрсты стремились избрать королем довольно слабого властителя чтобы тот не мешал им проводить собственную политику в своих землях так был избран рудольф первый из слабого по тем временам рода габсбургов он не претендовал на сильную власть а стремился упрочить положение своего рода завладев австрией так было положено начало могущество одного из самых известных фамилии европы в это время могущество византии начинает ослабевать силы византии истощаются очень быстро грядет падение византийской империи по кусочку от нее отрезают различные противники отдельные части византии существовали в эпире то есть западная Греция и Анатолии они существовали как отдельные государства в 1261 году одна армия одного из этих государств неожиданно захватила Константинополь который в это время находился под властью крестоносцев и восстановила византийскую империю с центром в этом городе была восстановлена и новая императорская династия западные державы стали строить планы возвращения Константинополя но увязли в собственных европейских делах противоречиях конфликтах однако византия уже не могла восстановить свое былое могущество постепенно от нее отпадали крупные территории в начале 14 века Византия потеряла Балканы Афины то есть Грецию одной из столпов своего могущества Балканы были завоеваны испанскими наемниками Испания была единственным местом где христиане победили мусульман в восьмом веке здесь начинается реконкиста то есть отвоевывание христианских европейских земель у мусульман которые появились здесь в связи с арабским завоеванием объединив свои силы короли Арагона и Кастилии в конечном итоге освободили Валинсию и Андалусию У мусульман осталась одна область Гранада небольшая территория на юго-востоке В Андалусии реконкиста была настоящим бедствием для местного населения которое уже успело сжиться с мусульманами при мусульманах это было довольно развитое в экономическом и культурном отношении область Кастильцы были менее развиты более агрессивны поэтому многим жителям Андалусии пришлось покинуть ее во время реконкисты эпидемия черной смерти черной смертью назвали эпидемию бубонной чумы разразившиеся впервые в Европе в 1348 50 пятидесятом годах чума пришла из Восточной Азии по караванным путям монгольской империи она проникла в Европу через Италию возможно ее завезли генуэзские купцы из северного причерноморья к тому времени в Европе сложились исключительно благоприятные условия для распространения болезни скучность населения в городах отсутствие каких-либо признаков санитарии канализации и водопровода крысы переносчики чумы наводняли средневековые города смертность среди заразившихся была очень велика в период черной смерти вымерло примерно четверть населения Европы ужас охватил людей население бежало из городов побросав имущество и тела умерших которые часто оставались непохороненными города были завалены трупами начался падеж скота эпидемия усугубилась спадом сельском хозяйстве неурожаем последствием ее стало в некоторых районах полное прекращение какой-либо хозяйственной деятельности так как некому было выращивать урожай изготавливать орудия и одежду торговать ужас от эпидемии вызвал общественные истерии то что было названо пир во время чумы погромы прежде всего конечно еврейские черная смерть возвращалась несколько раз в 1360 году 1370 потом она стала приходить реже смертность все время сокращалась видимо увеличивался общий иммунитет населения последний раз чума появилась в италии в 1720 году демографическая убыль долго не могла восполниться в европе только в конце концу 15 века начался медленный рост населения возможно этому способствовало достижение предельной продуктивности сельского хозяйства на рубеже 13 века в результате роста населения земли как уже было сказано выше стало катастрофически не хватать и цены на нее поднялись соответственно выросла земельная рента и цены на сельскохозяйственную продукцию после эпидемии чумы в результате убыли населения соотношение стало обратным земли стало больше особенно пустующих участков цены на продукты упали работников стало мало стоимость труда увеличилась землевладельцы стали превращать пахотные земли в подбище так как для скотоводства требуется меньше работников однако доходы крестьян не увеличились из-за низких цен кроме того землевладельцы сразу установили максимальный предел оплаты труд в англии это прошло как закон через парламент попытку усилить эксплуатацию не удалось крестьяне просто уходили на свободные участки городское население сократилось рынок пребывал в упадке сельское хозяйство стало все больше переходить на арендные отношения крестьянская зависимость исчезла крестьяне превращались в арендаторов наследственных держателей земли остались правда традиционные виды зависимости прежде всего судебные с этого времени все крестьянские восстания стали сопровождаться требованиями отмены этих видов зависимости другое необычное требование сокращение налогов размеры которых постоянно увеличивались королями в это время изменяются и феодальные отношения они переходят на договорную и денежную основу в новой системе базовые политические и социальные отношения напоминали уже не столько отношения сеньора которые вассала сколько отношения патрона и клиента патронаж и стал той системой той силой которая приводила в движение новое общество если феодальная система при прежних отношениях носила преимущественно военный характер то новые отношения патрона и клиента имели в основном гражданский характер хотя могли использоваться и для военных надобностей таким образом возникла весьма гибкая система социальных связей способная приноравливаться к самым разным условиям она оставалась базовым элементом европейского общества вплоть до конца восемнадцатого века конечно такая система была чревата коррупцией ибо в обществе где особую роль играли статус человека и его привилегии люди естественно использовали свое положение целых личной выгоды и обогащения либо во благо родственников и клиентов более того от них даже ожидались соответствующие действия иначе говоря такая практика была общепризнанной но с начала четырнадцатого века стали сомневаться в проведении подобных отношений поначалу против них выступали крестьяне ремесленники иеретики но эти выступления носили не системный характер в целом люди признавали что открытой коррупции лучше всего может протестовать противостоять сильный правитель но и самые сильные правители нуждались в клиентах влиятельных людях из которых можно было сформировать лояльную государственную администрацию следует отметить что в то время ни один правитель не имел в своем распоряжении достаточного количества опытных послушных и сравнительно честных чиновников пригодных для гражданской службы иерархи небесная иерархия моделировалась по земным образцам ведь кем собственно были святые особенно местные близкие хорошо знакомые которым людям молились о заступничестве перед богом со временем однако сомнения распространялись все шире и глубже пока наконец французская революция и последовавшие за ней события не смели старое общество в это время появляются новые отношения собственности которые в конечном итоге утвердились и в новое время разрушение прежних феодальных отношений приводит к тому что собственность начинает трактоваться пониматься иначе социальная элита исполняла обязанности вассальной верности и военной службы а крестьяне несли трудовые а иногда и военные повинности с исчезновением обязанностей военной службы и ослаблением уз личной верности обладание собственностью стало рассматриваться как абсолютное право с которым могут быть связаны лишь договорные обязанности распространение римского права еще более укрепило этот подход и обычное право например в Англии тоже стало признавать за собственностью абсолютный характер новое отношение к собственности складывалось медленно но было чревато весьма существенными последствиями поскольку стоявший во главе государства суверен не мог более рассчитывать на военную поддержку проистекавшую из отношений вассалитета он стал нуждаться дополнительных рычагах своей власти особенно важны были притязания королевской власти на неограниченное право вводить налоги подданные со своей стороны всячески стремились лишать короля таких прав или по крайней мере ограничить их и поставить под свой контроль неудивительно что именно с этого времени появляются многочисленные концепции абсолютной королевской власти и столь же распространенные теории объяснявшие почему король должен получать согласие подданных на введение налогов подобные согласия должны были дать прежде всего представительные собрания народа 17 веку понятие собственности как абсолютного права столь прочно укоренилась в общественном сознании что на нем стали основываться все политико-философские учения и каких-либо иных представлений о собственности уже не существовало даже социалисты 19 века критиковавшие нравы частно-капиталистического общества в основном сохранили за собственностью ее особый характер развитие институтов представительства в позднем средневековье происходило в русле тех тенденций которые наметились в зрелом средневековье прежде всего это те права ограничивающие королевскую власть которые были отвоеваны крупными магнатами и которые были закреплены в великой хартии вольности со времени раннего средневековья королям приходилось полагаться на советы и поддержку своих могущественных сторонников и вассалов но для больших королевств подобная организация была обузой правители обширных земель предпочитали более узкие собрания со своей стороны самые могущественные вассалы короля стали рассматривать свое положение советников сезерена как полезное средство для извлечения личной выгоды именно здесь кроется основа фундаментальной двойственности отношений между правителями и представительными институтами если правители желали иметь максимальную поддержку вассалов то вассалы в свою очередь могли поддержать или не поддержать политику правителей за такого рода поддержку вассалы требовали дополнительного вознаграждения сверх обычных феодальных привилегий помимо всего прочего они стремились закрепить свои права и привилегии а также сохранить свои владения но собрание магнатов не были представительскими институтами сама идея представительства имела различные корни одним из ее источников было римское право зафиксировавшие юридическую процедуру согласно которой клиента на суде мог представлять адвокат в двенадцатом веке инокентий третий собрал членов соборных капитулов религиозных монашеских организаций на четвертый латеранский собор в 1215 году следующим логическим шагом стало распространение принципа представительства на светские организации у правителей вошло обыкновение собирать представителей богатых городов и влиятельных религиозных организаций другой принцип римского права гласивший то что касается всех должно быть одобрено всеми стал рациональным обоснованием представительства постепенно он приобрел статус фундаментальной политической максим то есть всеобщего представления закона подразумевавший занятие понятие общности интересов внутри страны и в конечном счете сознательную общественную поддержку ее правительства именно такое значение представительные учреждения приобрели в тринадцатом веке а в четырнадцатом веке идея представительства получила исчерпывающие теоретическое обоснование в трудах поздних схоластов прежде всего Уильяма Оккома и других выдающихся философов сознание общности интересов внутри определенного политического образования составляло главный элемент представительства там где такое сознание отсутствовало или складывалось с трудом например на территориях подвластных итальянским городским республикам представительные институты не развивались гораздо легче оно могло появиться в такой большой стране как Англия где парламент со временем начал выражать интересы всего королевства но в большинстве случаев индивидуальную лояльность ограничивали более узкие горизонты не выходившие за пределы отдельного графства герцогства или провинции в 14 и 15 веках представительные учреждения развивались в рамках именно таких административных единиц это способствовало формированию общественного самосознания в более широких масштабах и в то же время консолидировало самосознание различных представительных групп и объединений сословий тем самым старинная модель общество трех сословий духовенства рыцарства и простого народа то есть третьего сословия получило свою определенную форму в сословном представительстве именно здесь и находится причина широкого распространения представительных учреждений в христианской европе которыми пронизано все общество сверху донизу они выполняли две основные функции во-первых укрепляли сознание общности в существовании политических образований во-вторых регулировали отношения между правителем страны и его наиболее могущественными подданными следует учесть что общество той эпохи были построены на гораздо более сложных отношениях чем сенериально-вассальные отношения раннего средневековья девятого одиннадцатого веков ассамблеи парламент кортесы лантаги сеймы штаты и прочие подобные органы именуемые по-разному отличались друг от друга устройством соответствующим общественной структуре данной страны особенностям своего возникновения данной культуры в большинстве областей франции и испании например а также в некоторых итальянских и немецких княжествах собрания формировались на основе трех традиционных сословий духовенство дворянство и простого народа последний представляли обычно городские корпорации других собраниях например в английских парламентах духовенство и бароны были объединены в одну палату а представители местной знати и городов в другую в одних странах например в швеции а также в тироле или в некоторых провинциях франции свободные крестьяне тоже имели своих представителей в других районах европы например в польше в венгрии то есть в центральной и восточной европе знать фактически вытеснила представителей городов из представительских органов больших странах таких как франция или польша или в странах которых можно назвать небольшими малыми которые состоят из отдельных частей как например нидерланды развивались и провинциальные и общегосударственные собрания причем последние представляли всю страну или по меньшей мере несколько административно-политических единиц объединенных одной властью ни одно из этих представительных собраний не было конечно демократическим в современном смысле этого слова представительство почти никогда не осуществлялось на общей выборной основе право представительства обычно давалось как привилегия богатым корпорациям отдельным группам населения или регионам их интересы и политический кругозор были как правило очень узки а их представители редко могли судить о проблемах общеполитического характера многие из них к сожалению к тому же были коррумпированы однако когда члены собраний требовали от правителя соблюдения их привилегий они тем самым защищали власть законов против открытого произвола когда они пытались ограничить налоговые притязания правителя они защищали интересы непривилегированных слоев населения а когда настаивали на заключении международных договоров и критиковали агрессивную политику своего правителя они способствовали может быть и косвенно смягчению худших черт международных отношений того времени основная функция представительных собраний представительских учреждений заключалась в регулировании и упорядочении отношений между правителями и подданными правители считали парламент полезным в целом орган но он нередко становился помехой или даже прямой угрозой существующей власти поэтому владительные особы в известных случаях предпочитали править без парламента но и они сами и их подданные хорошо представляли себе что это значит а значило это то что на определенном этапе народ чьи интересы представляла парламент или другое представительское учреждение или хотя бы вассалы магнаты городская сельская знать могли отказаться подчиняться королю могли отказаться выплачивать налоги собственно из этого парламентского конечном итоге конфликта и выросли все буржуазные революции в европе столетняя столетняя война является крупной последней войной в которой было ввергнуто центральная и западная европа она проходила с 1337 года по 1453 год поводом к войне стали претензии английского короля эдуарда третьего на французский престол по материнской линии эдуард третий приходился внуком филиппу четвертому красивому после прекращения династии капитингов он считал себя полноправным ее наследником кроме того во франции находились многочисленные английские владения например гасконь которые были сконцентрированы на юго-западе франции эдуард третий собирался расширить эти владения а также возвратить принадлежащую ему ранее аквитанию конечном итоге английский король собирался собирался присоединить францию к англии под собственным управлением то есть создать невиданный до сели конгломерат земель своего рода новую империю но эти цели были наиболее призрачны в его действиях первый период войны для франции стал исключительно неудач она потерпела несколько крупных поражений и потеряла большую часть своей территории непомерные военные налоги настроили население против центральной власти франция в это время была политически раздроблена принцы дома валуа который сменил династию капитингов владели крупными доменами это касалось прежде всего такого влиятельного герцога как герцог бургундский самого могущественного соперника французского короля в 1360 году франция заключила с англией очень невыгодный мирный договор как выяснилось это было еще только перемирие получив передышку новый король карл пятый реформировал налоговую систему и армию и начал постепенно вытеснять англичан на их старую территорию на юго-запад франции во франции при душевно больном короле карли шестом также соперничали придворные группировки бургунд выступали за мир с англичанами орлеаны иначе их называли арманьяки за продолжение войны в стране началась рожданская война прежде всего между этими двумя кланами воцарился хаос новый английский король генрих пятый воспользовался моментом и продолжил войну герцог бургундский перешел на его сторону что способствовало быстрым победам англичан они захватили нормандию и мэн овладели парижем по мирному договору 1420 года наследником французского престола объявлялся английский генрих шестой сын карла шестого бежал на юг и после смерти отца провозгласил себя королем франции генрихом седьмым но он контролировал только южную францию из-за притеснения англичан на оккупированной территории началось партизанское движение патриотический подъем охватил французский народ именно в это время в лотарингии появляется жанна дарк она считала что предназначена самим богом на роль освободительницы франции наследник дофин решил выслушать ее когда она прибыла к его двору он понял что можно использовать фигуру жанны дарк для объединения страны для изгнания из страны англичан наследник формально поставил жанну дарк во главе французской армии появление жанны вдохновила войско кроме того ей помогали и поддерживали ее выдающиеся рыцари и военачальники того времени которые использовали духовный подъем войска для проведения серьезных военных операций 1428 году их стараниями был освобожден орлеан очень важный ключевой город для франции а в 1429 году дофин кореновал короновался в реймсе как карл седьмой именно освобождение реймса традиционного места коронации французских королей позволило говорить что это война должна привести французский народ к победе но в следующем году жанна дарк попала в плен бургунцам суд инквизиции приговорил ее к сожжению на костре как еретичку и колдунью однако победа французов стала неотвратимой к ее окончанию к окончанию войны в 1453 году у англичан остался единственный порт Кале столетняя война в конечном итоге привела к централизации власти во Франции один за другим королевскому домену присоединяли земли магнатов это способствовало возрождению экономики единого рыночного пространства и городов на другом конце европе практически в азии происходили важнейшие для того времени события турки османы появились как новая волна завоеваний они выделились среди других тюркских племен благодаря своим вождям талантливым полководцам и администраторам в середине 14 века они закрепились на европейском берегу дарданелл и развернули наступление на балканы на балканах ими были разбиты армии болгар сербов турки довольно терпимо относились крестьянам и зачастую последние предпочитали их власть власти византии с ее огромными налогами поэтому сопротивление туркам было поначалу относительно слабым многие христиане даже сотрудничали с ними было организовано войско янычар собранное из христиан рабов в малолетстве обращенных в ислам и воспитывавшихся при дворе султана эта армия обладала исключительной боеспособностью и верностью султану византия окруженная со всех сторон землями завоеванными турками не в силах была сопротивляться императорское окружение разделяли противоречия и интриги отдельные части старой дряхлой византийской империи только формально подчинялись центральной власти императоры неоднократно обращались на запад за помощью но там были свои проблемы свои противоречия свои конфликты кроме того империя не могла предложить ничего что заинтересовало бы западных правителей в обмен на военную помощь расчет вы не что что на в Продолжение следует...